Диспансеризацию проходить нужно прежде всего для себя. Профилактические медицинские исследования, консультации врачей и многое другое вы можете узнать при прохождении медицинского осмотра. На этой неделе прошло заседание межведомственной рабочей группы по оказанию содействия проведению диспансеризации, на котором озвучили процент прохождения медицинского осмотра новоуральцами. Идут неохотно и мало. По статистике Центральной медико-санитарной части номер 31, цифры охвата диспансеризации на Уральска неутешительны. Однако, за последние полгода они подросли. По информации городской больницы, 16 990 человек прошли диспансеризацию в этом году. По плану же ее должны пройти 33 тысячи. Почти 2000 новоуральцев узнали состояние здоровья на профилактических осмотрах. Профосмотры пока отстают, но мы их тоже подтягиваем. Из проблем сохраняется, ну все то же самое практически, сохраняется кадровый дефицит. Мы сейчас ожидаем фельдшеров, которые очень нам помогут. Они будут у нас со дня на день. И с диспансеризацией тоже станет проще. Что сейчас сделано? С этой недели диспансеризацию можно пройти в любое время, а не только сдавать кровь с 7 до 8 и довольно быстро. Для удобства жителей в городе организуются диспансерные субботы. Напомню, в августе такое мероприятие прошло 19 числа. Также немаловажно, что теперь сдать анализы можно на протяжении всего рабочего дня городских поликлиник. А во второй из-за нехватки кадров прием ведется с 8 до 15 часов. Прохождение диспансеризации стоит на первом месте у предприятий и администрации города. Люди, которые заинтересованы, приходят и обращаются. Сегодня для них созданы иные условия, которые позволяют быстрее, эффективнее пройти диспансеризацию. Ну а то, что это в первую очередь сделано в государстве для граждан, для человека, для того, кто осознает ценность здоровья, это самое главное. Потому что на самом деле вряд ли сегодня надо убеждать любое поколение о том, что главная ценность человека – это его здоровье. И правда, здоровье превыше всего. Лучше узнать заблаговременно состояние своего здоровья и вовремя заняться профилактикой заболеваний. Ну а если же со здоровьем все отлично, еще раз убедиться в этом будет приятно.